Больше строить приютов для животных, потому что все равно мы в ответе за тех, кого приручили, и поэтому каждый этот клочочек счастья, если так можно назвать его, мы должны его сохранять и беречь его, и не обязательно его выкидывать на улицу или что-то такое, мы должны его сохранять до конца, потому что должна же у нас быть какая-то человечность все равно. Приютить, не важно как, но как-нибудь там сделать домики, будки во дворах где-нибудь, корма принести, собрать их, корма принести, теплых вещей как-нибудь накидать, где они спят, не оставлять без, как правильно сказать, без внимания, потому что им тоже охота ласки, и когда-то их выбросили кто-то, это неправильно. Если вы берете себе какого-то либо питомца, берегите его и выручайтесь за него. Есть вот эти вот приюты всякие, мне кажется, надо туда вот просто побольше денег вложить и все. Вот благотворительные фонды вот устраивать каждый раз и все. Вот мне кажется, вот это вот помогло стопудово. Хотя бы как минимум не выбрасывать их на улицу, помогать, ну как мы собственно все помогаем, отходы относить, корма и так далее, стерилизовать животное в первую очередь, потому что люди берут, а потом выбрасывают щенят, котят и так далее. Ну и детей приучать с детства, потому что это ответственность, потому что берут сначала как игрушку, а потом выбрасывают. Не выбрасывайте их. Тот, кто взял, они должны быть все зарегистрированы, у кого собаки или кошки, хоть чего. Если у них пропали, значит они за это должны отвечать и должны их кормить до конца. Да. Кошек очень много, собак много бродячих. Надо, чтобы власть как-то проявила внимание. А мы очень, вот есть люди очень неравнодушные к этому. У меня вот у самой две кошки. Я вот увижу, думаю, взять бы это, у меня две кошки уже. Надо, чтобы власть проявила интерес. Да, надо помогать вот этим. Это порядочность нашей власти и вообще порядочность. Людская собака или кошек. Конечно, надо относиться очень неравнодушно к этому. Только так. Помощь животным является частью цивилизованного общества. С каждым годом во всем мире это направление, основанное на искреннем желании людей помогать животным, набирает обороты. Наши полевчане тоже за добротой относятся к братьям нашим меньшим. Но единственный в нашем городе фонд «Добрые руки» переполнен. А значит, стоит еще раз задуматься перед тем, как заводить кошку или собачку. Наталья Вишнева, Константин Миронов. Новости 11 канала.